Она бы сказал, что сейчас ее позовут, как домник проконтролировал остальную часть коллектива. Нет, я не в курсе. Я такой. Я говорю, вы уже не хай попоймаешь его. Цензурный жест. 51 прокуратура, где? Горогами расписаны. Что? Нанегао кота. Ознеге сикюарова. Ознеге кота не сикюарова. 40 рублей. Ой, извините, пожалуйста. Так, в общем, сегодня у нас 8 число. 8-й, 04-й, 22-й. Находимся в 2-й, советский дом, 27-й, 32-й. Магазин Dixie. Детское питание вот такое. Акуша 1-й. Срок годности 12 месяцев. 9-го пандалин, 8-й. 9-й этаж. 10 часа. Акуша 2-й. Немного accountant. 1-2. Один-3. Картос. , 2-й, 6-й. Купили уже, но это ваше право. Где управляющая? Она бы сказала, что сейчас ее позовут. Если она не ушла, она бы сказала, что ее позову. На данный момент у нее рабочий день закончился. Закончила или не закончила? На кассе сказали, что сейчас позовут. Она просто все молчат. Никто не молчит, я вам объясняю. Управляющая сейчас, на данный момент рабочий день закончился. На магазине она есть? Вы секретарь или все? А, если ушла, что взял? Пошел, пошел, пошел. Или нам из этого магазина в офисе привет передавать? Привет, передной транспорт. Странно, пошли ее звать. Все на кассе сидят, кто-то пошел ее звать. Пойдемте. 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 Пусть приезжает. Разговор разговаривать будем. Почему она должна приехать? У меня рабочий день закончился. Серьезно? Ну, а она дает свою работу не выполнила, да? Какую работу? Ну, не проконтролировала. Вас Зумов, Зумник проконтролировал остальную часть коллектива. У вас уже двумя разными датами есть покупки. Мы вас отслеживаем не сильно, но это давно не давно. Ну, давайте сделаем нас рад вам. Где ваша чья? Вы сейчас предлагаете скрыть статистического правонарушения при помощи утилизации? Может я могу вам сказать спасибо? Найти это найти. А здесь имеют место будет два факта нарушения прав потребителей. В части статьи 5 пункта 5 Закона о защите прав потребителей. Проспотребнадзор невозможно вызвать. Не в курсе что ли? Нет, я не в курсе. Правда еще когда будет? Правда еще будет в понедельник. Нет. Восемь раз. Понедельник. Что с ним делать? Желать понедельник. Я не Зума спрашиваю, а Кирилла Яковлевича. Ё-моё. Встревать будет там разговор. Ждать понедельник. Решил за меня что делать. Охрененно. Так, у вас есть когда вопрос? Да. Где заявление Зума по собственному желанию? Ну, значит, где заявление Зума по собственному желанию, пока этого по статье просто не произошло. Да ради Бога, я согласна по статье. Только ответ на вопрос не прозвучал. Где заявление Зума? А вы кто? Почему она должна вам писать заявление? В руководстве напишет или нет? В руководстве напишет. А, то есть напишет, да? А что у вас такое хамское отношение к покупателю? Она еще не выписала, прикинь. Женщина. Это было мят на обед. Вот козел-покупатель пришел и просрочку набрал. Ну нифига себе. Не, брат. Пришел покупатель такой негодяй, набрал просрочку. Мы торгуем просрочку, а покупатель нехороший. Набрал просрочку. Руководствуясь вашей лодкой. Как такое может быть? Или такое только дико себе может быть? А, чего ты говоришь? А, вы решили себе хайпом? Так я и говорю. Вот этот салат мы отдаем, да. Поговорили с управляющим, говорили, что по неделе приедем. Вот знаете, 6 попкорнов я продолжаю хотеть вместе обмазать. Нельзя снимать. Ты же сказал. Дядька в Курске в черный сказал, что нельзя снимать. Дядь, просните. Сейчас кассирж уже нет. Нету. Нету. Уже Российская Федерация. Алло. Надо протрезвить просто иногда. Тогда все становится на место. Я говорю, вы решили хайпа поймающимися. Это не мы сейчас. Нет, я сам в состоянии оплатить. Пока только хайп. Я не смотрю, кассир. Это неприличные жесты. Я там занимаюсь. Я сприваю, а так, где не светит солнце. Я не знаю. В случае удовольствия. Наверное, тебе вверх от нагрелся надо. Тебе? Тебе? Ты часто это с мужиками делаешь? Нету. Только резины. Руки свои руки. Не трогай. Сэн, Сэн, не трогай ты его. Только резины. Чего? Терпила. Так они и есть. Вытерпила. Брат. За базар-то отвлечь? Отвечь? Да? У меня есть день, я готов платить. Затерпила ответишь? А ты не терпишь это? Пойдем. Я не терплю. А что за камеру хватился? А что, блин, схватиться за камеру? Зафиксирует твое административное правонарушение. Какое? Матом рукой. Нецензурный жест. Где? 561 прокуратура. Где? В Караганде? На верхней полке. На верхней полке. Ну, значит звезду. Что, пробалаволился, что ли? Я не терпится за камеру. Я не терпел. 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 Так, а мы вообще-то в Российской Федерации живем. Говорим все по-русски. Чунимо. 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 Колготки. Колготки я тебе как? Куплю? Абошку надену. Иди покупать. Да, давай. Я тебе куплю. Давай. Ты сможешь надеть? Ты же сказал, наденешь сам. Нет. Ты сможешь надеть? Будь мужиком. Будь мужиком. Отверь за базар. Терпелы нахуй стоят. Дети стоят. Матом ты ругаешься. А че вы как это блядь? Терпелы. Это те кто вот пошел. Сказал колготки куплю и одену на голову. И не одел. Вот терпелы. Я тебе колготки куплю. Давай. Вперед. Ты оденешь себе на голову. Ты сказал, что ты мне их оденешь. Давай вперед. Я хочу посмотреть на это. Я тоже. Даже зафиксировать хочу. Да. Я тебе куплю колготки. Давай иди. Ты сможешь тебе оденеть? Ты сам сказал, что мне оденешь. Зрители, кто в курсе по поводу этого языка, напишите в комментариях. Переведите. Что он озвучил, переведите, пожалуйста. Иди. Дядька, иди. Пока тебя не забрали в отдел на 15 суток, езжай. Иди домой. Иди домой, тебе говорят, пока тебя на 15 суток не забрали. Вот эта штука, это ты куча слепой. Понял? Иди домой, тебе говорят. Вот это я отдаю, а не на 15 суток. Пока на 15 суток не поехал. Давай, пошли. Сейчас вот пока не прекратите, вот вы оба. Если один из вас не прекратит, то 15 суток поедете. Сейчас оба прям. Честно. Состояние алкогольного опьянения, это раз общество на месте. Вызываем, дождешься? Вызываем, дождешься? Нецензурный жесть. А ты называть будешь? Да. Давай. Будешь ждать? А ты че? Или сбежишь? Давай. Дождешься? Дождусь. Ладно? Какой здесь адрес? Так. Вторая советская, 27, корпус 4 врача. Так, ну вон посмотрим, кто мужик ответит. Давай посмотрим, кто мужик ответит. 15 суток обеспечено. Зато одумайтесь, протрезвеете, за голову возьмете. Больше матом ругаться не будете в общественных местах. И жесты показывать нецензурные. Ты кулачки-то разожми. В чем проблема? Иди домой, пока тебя не забрали. В отдел на 15 суток иди. Давайте вы как-то в другом помещении будете выяснять? Только не здесь, пожалуйста. Пойдем. Везераспитие спиртных напитков тут. Пойдем. Пойдем, выйдем. Может что-то интересное будет. Вон туда идите. Вон туда идите. Вон туда идите. У тебя какие-нибудь проблемы с этим? Нет, давайте вы короче... Руками не трогай. Еще раз тронешь, заливаю перцем. Вопросы? Идите отсюда, короче. Еще что сделаем. Чтобы я вас не видел. Да-да, не удивляйтесь. Чего? Ты дурак, чтобы валю сам отсюда. И чтобы я тебя не видел. Серьезно, дядька. Сейчас ослепнешь у меня. Я тебе отвечаю. Я только дернусь. Я тебя здесь положу. Вот честно, смешно стало даже. Идите лучше домой спать. Пока на 15 суток не поехали оба. Я ж керю, а с перцем. А я и без перцем. Кер, отойди подальше. Ну давай, здесь вот. Я даже сумку снимать не буду. Твои 50,5 килограммов. И сейчас просто. Просто бараньй рок вот так, как я отвечаю. Ну что ты меня звал на улице? Зачем я вышел? Ты сам позвал! Я даже не трогаю ее! Голые руки! Балабулом что ли оказывается? Нельзя же! При друге так себя позорить! Ну ё-моё! Все мальчики, звездуйте домой! И что бы я вас здесь больше не видел? И что бы я вас здесь больше не видел? Слышь, Бэм! У тебя не стоит еще поснимать ваших стрелях не умеет! Иди сюда! Расскажи, я не слышал! Ты оттуда пришел! И туда твоя дорога! Видимо, ты очень часто туда ходишь! Давай проверим, 7 лет я зря рукопашным боем занимался или не зря? Иди! В состоянии алкогольного опьянения сейчас на раз так щелк и все, и лежишь! Вот так вот! Звездуйте оба отсюда, пока не забрали вас на 15 суток! Иди домой! Да иди ты сюда, но если хочешь поговорить, говори здесь! Иди домой, пока на 15 суток не уехал! Ты мне хорошо сказал! Я погибк уже с тобой, с собой! Здесь они на полом! Ну, кто-то где-то забрал мой товар! Вот кто-то там, кто-то подбирает! Ну, давайте там там просто! В смысле красочно? Я выбрал вот товар, под ржавой ржавой ржавой! Мы с oikeольной белье забрали. Я хотел приобрести! Я вам могу другой товар покажу, ты вот этот, тебе! Что же такое-то? Зачем Вы на полках все эти просроченные? Вы проглядели случайно, вы не травили ничего? Ну конечно, еще бы травили бы, но не справа ли бы, если бы работало дальше. Нет, я там не был, в отличие от них. Скоро бы не было. Пока вот таких просроченных управляющих. Я рада Вас с Вами познакомиться. Я с Вами не уважаю. Вы симпатичные. Да дай Бог, чтобы никогда не работали за такой притон. Мне очень понравилось. Таких поработников нам, а как Дикси не хватает? Дикси мозгов не хватает. А он недавно пытался устроиться, его не везет. Да, я в центральный офис проходил. Вот твой разговор с ним, Казакова просто скинет, и ему не будет западло это сделать. Ну что, операция ликвидации? Ну давай, да. Надо только этот, поднять вот это. Нет, на телефон. Давай. Не надо, не надо, зачем? Так, операция ликвидации. Сегодня 8 апреля 2021 год. Находимся в магазине Дикси, Санкт-Петербург, улица 2 Советская. Дом 27 дробь 2. Так, смотрим. Срок годности истек 5 декабря 2021 года. А игрушку можно взять? Она просрочена, Кира. Зачем тебе? На срочку. Так. Операция утилизация тухлопритоне Дикси. Нет. Так, фиксируем вторую. Так же до пятого, либо какого, до пятого или какого, не вижу. В общем, она просрочена. До декабря 2021 года. Любой, более темный оттенок. Так. Лот номер 3 для операции утилизация, а также операция деуилизация Дикси. До 5 декабря 2021 года. Да, знаете, Елена, говорим, как заместить управляющий. У нас нет войны с Дикси, у нас есть спецоперация по деуилизации акционерного общества Дикси Юг. Точно. Дикси никогда не справлялись. С прошлого года, видимо, вы не справились. До сих пор еще. Ну, я знаю, что торговать просрочкой у Дикси тканек. Так, и фиксируем остальные три сразу, наверное. До 5 декабря, до 2 декабря, до 5 декабря 2021 года. Смотришь на эти дизельные, которые в браке собирались. Господи, я же вас всех хранить. Видите? Угу. Обычно у всех тридцов бомжей таких сторон. Они обычно... Все игрушки не нужны? Остаются такие, знаешь, без документов. И не могут даже и родственников найти. Просто как собак зарыли, и все. Тоже касса переполнена. Очислятся пропавшими без вести. В таких случаях десятки тысяч. Чтобы у каждого кассира было что покушать. Друзья, они этим кормят. Вот, а мы накормим сегодня кассиров. Сотрудников туплопритона Дикси. В первый раз молочка просроченная, если попадется. Также будем кормить кассиру прямо на рабочем месте. Я отвечаю. Вот. А, все. Здесь мы просто корм всем раскидали кассирам. Ну, Дикси опять-то в обрезке не станет, как я понимаю. Ну, поэтому на сегодня мы покидаем данный туплопритон на встречу в понедельник. Парашникам этим говорим. Привет передавайте. Если увидимся, скажите, что Леонидовичу часы вернули. Он у их мамы зажил их на прикроватный турбок. Это за то, раз, новый город. Nazar Субтитры сделал DimaTorzok